Жизнь на сцене вновь кипит. Театр «Наш дом» вернулся с каникул, и 13 сентября зрители увидят первую в этом сезоне постановку. Кстати, она же одна из премьер. Всего их в этом году планируется четыре. Первая сказка о горохах и бабах заинтересует посетителей не только сюжетом, но и формой подачи. Что именно приготовили служители Мельпомены Химгенским театралом, выяснила Юлия Арянина. Здрасте, а я его слуга. Глупый, словно кочерга. Не найти на целом свете вам такого дуракрая. Александр Карпов уже знаком зрителям по роли доктора, страдающего от пагубной зависимости в спектакле «Морфий». Актер признался, что ему впервые пришлось учить роль в стихах. Я еще не сталкивался со стихотворным текстом, и поэтому для меня это новое, это для меня интересно. Такого еще в нашем театре нету. Допустим, в такой форме. Вроде как и сказка, но не для детей. Все-таки она для более старшего возраста. Как отмечают в театре, сюжет сказки о горохах и бабах оказался на злобу дня. Случайно. Два царя, горох и боб, живущие по соседству, друг друга люто не взлюбили. А их дети и слуги, напротив, подружились и даже влюбились. Такая современная пьеса написана современным языком, понятным, наверное, молодому зрителю. Написана немножко в стиле Филатова «Сказка Федота Стальца». Задействованы в спектакле и восходящие звездочки. Роль принцессы исполняет недавняя выпускница Московского государственного университета культуры Елена Карпова. Однофамилица коллеги. Этот спектакль именно в частности про любовь. Конечно, тут есть и какая-то социальная тема, и политическая. Но мои роли, например, больше касаются все-таки любовь. И это очень приятно. Я думаю, что молодому зрителю это должно в любом случае понравиться. Дебютирует в роли режиссера один из актеров-старожил театра со спектаклем по пьесе Вуди Аллена «Риверсайд драйв». Правда, сценарий пришлось подправить. Чтобы не было так много крови. Все же такая немножко русская история с прощением. На мой взгляд, она как бы пьеса довольно интересная. Там есть все, немножечко и любви, и секса, и ревности, и даже немного убийства. Какой финал всего этого? Вот это интересно. Не процессы, а послесловие. Как с этим жить? Главное, что в русской версии будет счастливое окончание истории. Премьера состоится 20 сентября. Сказ о горохах и бабах и постановка «Риверсайд драйв» еще не все новинки, которые ждут зрители театра «Наш дом» до конца 2014 года. Впереди еще продолжение приключений ежика и медвежонка, так сказать, летней версии. Ну и, конечно, к Новому году. Детская сказка. Юлия Арианина, Валерий Алексеев, Служба новостей.